В Скопинском районе рыбак обнаружил в реке целый ящик боеприпасов. Неожиданный улов, что и говорить, а потому начал рыболов спешно грести к берегу, в сторону полиции. Позже с глубины 4 метров водолазы подняли 144 боеголовки 42-43 годов выпуска. Боеприпасы были снаряжены взрывчаткой и, разумеется, сильно проржавели. Водолазы все подняли, а доблестные ОМОНовцы вывезли боеголовки в безопасное место и уничтожили. Не такой страшный, но, тем не менее, криминальный груз изъяли рязанские полицейские этой ночью. Правоохранители рейдовали по незаконному обороту алкоголя и вернулись с немалым литражом. За вчерашнее рейдное мероприятие выявлено 4 факта реализации пива. 2 факта после 10 часов, что запрещено на данный момент еще у нас. И 2 факта торговли алкогольной продукцией на остановочных комплексах. А рейды проводились по всему городу или в каком-то районе? Рейды проводились по всему городу, во всех районах. Во всех районах. В каких районах выявили? В железнодорожном районе и два в советском. В принципе, пивом торгуют везде и особенно ночью. За 50 рублей вам продадут и бутылочку легкого, и баночку крепкого. А что делать? Многие киоски и так наладан дышат. На одних жвачках выручки не сделаешь. Вот и приходится закон нарушать. Тем более, к этому в России не привыкать. Именно выразится штраф. От 2 до 3 тысяч рублей. Статья 14.16. Часть 3. Кодекса административного промышления. В настоящее время возбуждено административное производство изъято алкогольной продукции? Да. Изъято 40 литров алкогольной продукции. Возбуждено административное производство.